Как и многие другие растения, клубника требует ухода за собой. В этом году весна ранняя и, соответственно, многие работы делаются тоже немного раньше. Для того, чтобы в этом сезоне клубника порадовала вас хорошим урожаем, нужно сделать некоторые несложные процедуры. Первое. Естественно, если она у вас находится не под агроволокном, то в первую очередь ее нужно прополоть и, соответственно, немного взрыхлить землю. Под агроволокном такие процедуры делать не нужно. Сорняки там не растут и земля всегда достаточно рыхлая и мягкая. Но лично я предпочитаю использовать агроволокно именно на высокой рассаде. А вот с клубникой и земляникой, как у меня, которая, кстати, сильно разрослась, мне как-то не очень зашло. Но это личное дело каждого. Второе. Все больные и сухие листики после зимы нужно убрать. Только делать это лучше ножницами или секатором, чтобы не получилось так, чтобы вручную потянули сухой лист, а при этом повредилась розетка или вообще маленький кустик выдернули. Третье. Обработка от болезней и вредителей. Вариант 1. Если же в прошлом сезоне клубника чувствовала себя хорошо и не болела, то в этом году можно провести профилактические меры, так сказать, щадящие. Делать это нужно, когда температура воздуха будет свыше 15 градусов. Итак, против болезней. Для опрыскивания подойдут такие препараты. Алирин, экогель, гаммаир, серебромидин, йод 20 капель плюс сыворотка 1 литр плюс перекись 1 столовая ложка на 10 литров воды. В саму же землю можно добавить триходермин или фитоспорин. Против вредителей. Это может быть опрыскивание экстрактом хвои, дегтярным раствором, раствором чеснока, нашатырем, который еще и может выступать в роли азотной подкормки. Вариант 2. Если в прошлом сезоне клубнику атаковали вредители или же она болела, в таком случае обработка будет более серьезной. Препараты против болезней. Теавит, Строби, Абигапик, Фалькон, Профит Голд, против вредителей, Ателик, Фуфанон, Актара, Интавир. Четвертое. Подкормки. Подкормить можно комплексными удобрениями для клубники, а можно добавить куриный помет, через некоторое время золу, а уже после перегной. Также хорошо влияют на клубнику гуматы и хлорелла. А также для клубники очень важен полив. Особенно если зимой не было снега, или его было очень мало, как это было в этом году в Украине, соответственно и растениям не было возможности напитаться влагой. Естественно, все предыдущие процедуры делаются не за 1-2 дня. Все нужно делать постепенно и с хорошими промежутками во времени, чтобы ваши растения не были в стрессе от всех этих препаратов и подкормок.